Русского и советского кинорежиссера и актера, по-настоящему народного артиста и народного режиссера. Я сегодня говорил о том, что это удивительное качество снимать фильмы, которые не просто понятны, но очень любимы народам, не потакая, может быть, вкусом публики, а при этом создавая серьезное, умное и в плане киноязыка, образности, профессии, ремесла и делать это на очень высоком уровне. Как это получается, это, наверное, знает только он сам. Владимир Владимирович, слава вам. Нет, я этого не знаю, потому что самая большая тайна искусства заключается в том, что она остается тайной и для художника, и для того, кто создает произведение искусства. Все равно он действует на основании интуиции, каких-то непонятных внутренних желаний, но никак не логическим соображением, что надо сделать для того, чтобы завоевать публику. Поэтому, когда Сергей говорит, что я не потакаю вкусом публике, это неправда. Я потакаю вкусом публике, я знаю, что их надо угадывать, эти вкусы. Я знаю, что люди хотят видеть вот это в эту секунду, но это не значит, что я иду на компромисс с самим собой, я чего-то делаю, и не то, что мне нравится. Я пытаюсь угадать вот это взаимное доверие, которое возникает между мною и публикой. И вот ко мне, мне как раз звонят. Сейчас, минуту. Перезвоню. Картина, которую сейчас увидите, наверное, вы пришли, кто как мне сейчас сказали посмотреть на меня, а кто все-таки на картину, которую не видели. Потому что она была закончена в 2000 году, это уже был развод наш, большой и трагический развод Советского Союза. И, возможно, до вас она не дошла, картина, тем более, что она даже не очень дошла и до российского зрителя. Но картина для меня чрезвычайно дорогая. Я считаю, что это мой лучший фильм, потому что лучший фильм по профессии. Здесь я был свободен. Я, во каждой моей картине есть какие-то поправки. Это не то, что постоянно сейчас рассказывают наши пострадавшие режиссеры, как им не давали снять и так далее. Ни черта подобного. Всем, в конце концов, давали снять, что они хотят. И если хотел снять, он снимал. И я хотел снять, но были в разного рода недоразумения, которые возникали. Иногда было очень серьезное недоразумение, как с картиной «Любовь и головы», например. Там началась борьба с алкоголизмом. Можете себе представить, что у меня пришлось испытывать в связи с ролью Юрского. Но в этой картине впервые в жизни я испытывал абсолютную свободу. Надо мной не было, это был тот замечательный период в жизни нашей страны, когда не было старых властей и еще не образовались новые власти. И никто не мог. Сейчас продюсеры достают режиссеров куда больше, чем госкино. Требуя убрать это и это, поставить того актера, взять того или оператора, все уже определяют они. Это был короткий период, когда режиссер был свободен. И я снял свободную картину в свободной стране. Называется она «Зависть богов», и вы сейчас ее увидите. Я некоторое время посмотрю вместе с вами и посмотрю, какие реакции она сейчас тут бывает. Спасибо.